И когда я сцепился с твоим любимым Соловьевым, я же его назвал... Пидорас. Не говори на пидораса, не употребляй это слово, это не пидорас, кастрюля. Он кастрюля его назвал. Звенит, блядь, пустая кастрюля. И он там меня называл мразью, я мразь, как его назвал сейчас, подонок, мразь, запретить въезд, я очень так деликатно ему ответил, что типа купи таблетки от шизофрении, там 20 мег, только не больше. И он на следующей передаче уже забыл, как меня зовут. Ну, это Верка Серд... Бездарная актриса, она же такая бездарщина, провинциальная. Я слушаю, думаю, боже, как виляющая жопой такая, знаешь. Я говорю, вот закончится эта вся история, вот мне хочется на него посмотреть. За что мне это все? Да, за что мне это все, он говорит, да. У меня там виллу забрали у него, да, или что-то там у него забрали? У него две виллы забрали в Италии, заблокировали его каналы по всему миру. Вот, а я... Это еще ерунда, это еще ерунда. Он персонально, Андрюша, виноват в том, что он 8 лет оболванивал российское население и учил его ненависти к украинцам. Он виноват не меньше Путина. Послушай, так я же видел, я же помню, мы с ним знакомы, там как-то пересекались на... Какая-то была передача «Принцем домино». Я его знать не знаю, ну, видел какое-то жирное какое-то уебище, да. И я, блядь. И оно так, иди, 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 он стоит геля, я... Ну, мы же никому там не лезем, никому, да. И оно такое виляющее. Вот он вилял. Мы стоим с гелем, никого не трогаем. Участвуем в «Принцем домино», какой-то там 2001-2003 год. И вот такой какой-то день хочет... Я думаю, что это такое, какой-то холодец какой-то неприятный. Холодец. Слушай, а я говорю, кастрюля. Вот для меня он кастрюля. Вот, и ты знаешь, и оно, конечно, бесилось тоже запретить там мне что-то в России. Я думаю, ты тоже говорил, говорю, если Соловьёв о ком-то говорит плохо, значит, это хороший человек. Это он как лакмусовая бумажка.